здравствуйте дорогие друзья с вами раз и это ивенты 24 августа первый ивент битва за разоренный замок до плановых технических работ 31 августа период ивента получаемый опыт подземелья разоренный замок увеличен на 50 процентов а также можно заработать адены что-то новенькое добавлена зона из которой доступен вход подземелья остров неистовство и разоренный замок для персонажей 60 уровня опыта в замке дают 140 к 175 к опыта за моба зелем ускорения прокачки плюс 10 процентов 160 180 к опыта на 65 уровне мне не нужно будет ходить на остров неистовство чтобы отбить адену за замок 60 остров но для очень сильных ебак у меня неимоверно расходуется банки хп где взять столько виталки ребятушки напишите в комментариях где формите виталку магический сезонный пропуск до плановых технических работ 7 сентября начинается новый ивент магический сезонный пропуск при достижении каждого уровня сезонного пропуска выдается награда соответствующая уровню очки опыта для получения уровней можно получить выполняя ежедневно и задание и задание сезона ну как обычный пропуск который был уже много раз награды сезонного пропуска от делится на обычные и премиумная для активации премиальных наград нужно потратить 824 тысячи 1 даже если премиум награды сезонного пропуска не активированы за выполнение заданий можно получить обычные награды мне там приглянулась если улучшить Награду можно получить много пергамента и в конце синюю краску. Очень вкусно. И карты класса Агатиона 11 раз по одной штуке. 30 реликвий энергии. У реликвий энергии есть время срока. Каждый член клана, покупающий пропуск за Адену, дополнительно вам дает бонус 1000 перьев энергии Энхасад. Подарок разрушению. До плановых технических работ 7 сентября, во время ивента, каждый день 21.00 по почте будет отправляться специальный бонус. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Энергия Энхасад 1000 единиц. Сундук со свитком поручения Энхасад 1 штука. Зеле развитие 10% 1 штука. Руда духов 100 штук. Также у НПС Саири обновилась покупка ивентовых предметов. Обновление. Добавлен новый рейд клана. Арфен и Алкут. Изменились правила подбора игроков катакомбы отступников. Вход в одиночку. Теперь в случае победы рейтинг повышается на 10 очков в среднем. Заявку на вход можно подать в понедельник. Среду, пятницу с 12.00 до 12.07. И также вечером с 20.50 до 20.57 в течение 7 минут. Когда время подачи заявки на вход завершается, начинается подбор игроков среди тех, кто подал заявки, независимо от порядка подачи заявки. При успешном подборе игроков, вход в катакомбы отступников доступен в течение 3 минут. При неудачном подборе дается компенсация за неудачное начало. Если персонаж войдет в подземелье после успешного подбора, то в случае выхода из подземелья он не сможет войти в него снова. Даже если бой еще не начался. Когда время подготовки заканчивается, матч проводится таким же образом, как и ранее. Также изменились правила подбора игроков катакомбы отступников. Война кланов. Теперь при победе в войне кланов катакомбы отступников рейтинг повышается на 20 очков в среднем. Когда время подачи заявки на вход завершается, то есть 7 минут. Начинается подбор игроков среди кланов, которых состоит не меньше 5 человек. Независимо от порядка подачи заявок. Я изначально подумал, что какое-то будет актуальное распределение по игрокам, по левелам, по игрокам. Хотя бы так. Было бы офигенно, блин. С моей стороны твины. Почему твины? Потому что только 3 человека побежало бить первого босса. Все четкие пацанчики всегда бьют первого босса. У противников 2 топа на фиол картах. Было очень весело и очень классно. Спасибо ЛАДВАМ. Ребята в катакомбах, новый вход. Вы рады? Вот как всегда график ивентов. С вами был Розе. Всем до новых встреч.